здравствуйте здравствуйте григорий олегович значит все таки я бы вас попросил еще раз но себе сказать пару слов потому что нас будут слушать другие люди ну где вы что вы как-то вот представьтесь потому что слушать человека вообще без его позиции без его как бы бэкграунда ну непонятно хорошо я всю свою жизнь в образовании я по первому образованию учитель истории а потом было много раз много лет управленцем школе ну а вот последние 20 лет я занимаюсь продвижением новых образовательных технологий из таких образовательных технологий которые могли бы позволить чуть смягчить недостатки классно-урочной системы и сделать школу более живую и по этому поводу я имею и собственную практику скажем так в данный момент я тружусь старшим методистом и учителем истории в городе зеленогорске красноярского края то есть вы не зовут я не завуч но это называется старшим методист то есть я занимаюсь всем тем что касается инновационной деятельности школы а школа наша находится в проекте школа русатома входит в сеть инновационных школ и детских садов проекта русатома и фактически ну скажем так деятельность моя школе значимо меня специально туда пригласили как раз по поводу того чтобы разворачивать не классно урочные форматы обучения детей начинали мы со старшей школы и с начальной школы сегодня мы имеем ряд проектов и проб в основной школе но если говорить о моей научной такой методической подготовки то я принадлежу к такому движению который называется коллективный способ обучения понятно вот начинала так а сегодня мы с вами собрались поговорить по поводу чего ну у нас с вами знакомство давние и у нас с вами есть такая мечта можно сказать организовать школу или скажем так не школу обучение где она могла бы быть разновозрастным например дальше где дети могли бы в своем темпе проходить учебный материал осваивать учебный материал осваивать его качественно осваивать его увлеченно то есть это очень важно хотелось бы чтобы такое обучение было успешным у ребенка то есть оно было бы без троек ну скажем так и хотелось бы чтобы она была без вот такого как мы говорим обязательные домашние задания которые ну в принципе нужно внимательно посмотреть что такое есть хорошее домашнее задание не просто вот прорешаясь только до этих выполнил упражнений столько-то параграф такое-то упражнение такое ну а если еще точнее сказать нам бы хотелось чтобы была была учебная самостоятельность ну то есть мы бы работали над учебной самостоятельностью чтобы проявлялась эта самостоятельность в обучении и проявлялась она на основе учебного взаимодействия учащихся сотрудничества учащихся но мы в данном случае с вами говорим про технологию обучения в парах парного обучения ну вот вы там сказали насчет того что это наша мечта я подтверждаю что я тут тоже присоединенный к вашей мечте и маленькая добавочка что я этот процесс вижу не как учебный а учебно-воспитательный а я бы даже переставила эти слова местами как воспитательного учения понимать да я поправку вашу принимаю почему я не говорю про воспитание в данном случае ну то есть для меня она как будто бы на самом деле первое значимое и она за рамками технологии обучения а так как школа она в первую очередь занимается обучением то нам бы хотелось чтобы само обучение было таким чтобы ребенок в ней в этом обучение вернее не в школе об этом обучении воспитывался на таких лучших примерах проявления человеческого взаимодействия ну понимаете тогда жесткого поставить вопрос давай главнее образованный человек или хорош для меня я вам скажу для меня а я хороший и хорошо образованный хороший хорошо образованный конечно ну вот поэтому воспитательный учебный и разновозрастной да я еще раз подчеркну вы об этом сказали и мы сейчас хотим с вами сосредоточиться на ваших начальных классах да немножко хотелось бы уточнить вот разновозрастной можно воспринимать это буквально что дети разного возраста там допустим первый четвертый класс да или там 10 лет и 15 лет а можно говорить о разновозрастности немножко как по поводу того что разные дети знают он по возрасту например десятилетний но решает задачки за шестой класс ну если как бы так в обыкновен про обыкновенную школу а я бы еще не так сказал у него уже двое детей а вот все еще ему 15 лет так так тоже бывает вот да и в этом смысле я бы добавил что мы с вами предполагаем что в нашем учебном процессе мы будем приглашать родственников детей правильно а этих родственников я еще раз назову мы в прошлом с вами разговоре а мы на этот разговор конечно дадим ссылку вот здесь внизу да ну и написание тоже которое мы с вами вместе пишем мы тоже здесь внизу дадим ссылку правильно хорошо вот значит что такое родственники учеников это значит что это папа мама бабушка дедушка и их наверно по двое две бабушки и два дедушки да вот и братья и сестры у которых есть такая нерегулярная возможность выделять время и приходить на занятия в школу да и участвовать возможно даже вне школьного времени там как-то соучаствовать да содействовать вот такой вот размытый коллектив по именно возрастному принципу да размытый да так ну и что теперь конкретно мы на чем остановились еще нам сегодня надо с вами точно обсудить и как дальше двигать ну вот мне кажется у нас сейчас сейчас с вами хорошо получилось вслух словами обозначить какую мы видим ну как бы цель но если так можно выразиться да то есть какую ну давайте так какую концепцию школы в самом первом таком и наиважнейшем приближении мы с вами видим не они так сказал вот смотрите вы там употребили слова цель который я ненавижу да я поправила это слово концепция да ну привычка она знаете очень сильно вот стереотипчик он держит крепкие объятия да вот значит поэтому я бы так это называл я бы называл результат который меня устроит соответственно я именно акцентирую меня а вы на себя да вот поэтому вот меня бы устроил результат такой что дети с удовольствием участвуют в процессе так достаточно каждый день и на уроках присутствует какие-то в кавычках посторонние люди то есть мамы папы и братья сестры дедушки бабушки до регулярно то есть поскольку детей 25 человек классе то количество родственников у них 25 умножить на 4 из этих вот родственников какие-то люди каждый день участвует и там есть два три четыре может даже пять или шесть каких-то на сегодняшний день это были бы по старого не люди а у нас они участники процесса правильно правильно единственно только я хочу ну как то так подчеркнуть что это не является обязательным атрибутом то есть это происходит потому что ну например а процесс требует б люди сами включаются и хотят то есть это это не такое условие если бабушек дедушек не будет например да да вот для нас это плохо нет а я согласна но теперь вы свою хотелку скажите как выглядит та самая нехорошее слово вот в вашем представлении вот мы вот вы себя скажете ну вот мы чего хотели сделали вот это как выглядит ну мы с вами уже думали про это поэтому я пока для себя пока я беру три четко таких показателя или как критерия что ли не хочется чтобы дети были увлечены то есть говорили увлечены учились без троек до учились без троек я бы хотела чтобы все таки это было без домашних заданий те которые вот всем одинаково в обязательном порядке вот без домашнего задания это как бы первое второе я бы хотела чтобы там было как можно больше самостоятельной самостоятельных учебных взаимодействий учащихся когда я говорю самостоятельных это значит что объяснялок от учителя по минимуму больше взрослый выступает как организатор этого процесса скажем так да и с удовольствием при этом передает организационные функции также и гитар и вообще хочет эти функции у так сказать у учителя забрать да 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 тогда встанет вопрос зачем же нужны бабушки и дедушки еще в таком количестве как говорится но вот это надо будет обсудить да то есть но я бы на вопрос зачем легко бы ответил но я бы указал для разнообразия да потому что вот это вот 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 этот момент чтобы было увлеченно и азартно там на самом деле порой нужно вот буквально вкинуть какую-то идею да или какой-то кусочек буквально прожить с ребятишками и чем разнообразнее вот как бы посыл от взрослых тем разнообразнее эти же посылы от детей знаете для меня вот вся эта вот конструкция которая мы с вами обсуждаем она базируется на высказывание одного литовского писателя его фамилия каленаускас я читал его книжку не помню как она называется но из этой книжки я вынес одну мысль которая прямо вот как вот факел у меня в жизни человек сделан из людей вот для этого нам нужны другие люди вот мы соответственно мы должны следить как-то наладить так чтобы туда приходили люди только хорошие а плохие чтоб не приходили но потому что человек сделан из этого что значит человек сделан из людей он сделан из тех людей среди которых он живет растет понимаете если там будут только хорошие люди он будет хорошим и на мысли каленаускаса о том что человек создан из людей я базируюсь в том смысле что нам нужно что в нашем процессе участвовала как можно больше хороших людей права хороших людей и это как бы однозначно но я как бы чуть-чуть отмотаю назад как будто бы и скажу что что значит человек состоит из людей для пространства которое обучением занимается это значит что в процессе обучения должно быть общение и она базируется на общении на диалогах и это уже я говорю про третий пунктик который технология ну то есть а технология то организация этого учебного процесса она будет какая какие как какие будут создаваться группы какие будут создаваться там подгруппы может быть вот и это логи она основана на общении она основана на диалоге она на основана на взаимодействиях парах парах сменного состава по разным событиям по разным ситуациям и я бы еще добавил задачи и задачи да вот значит смотрите и в этом смысле мы плавно перетекаем к практике нашего с вами с нашей с вами затеи это значит к семинарам который я предложил делать ежемесячно значит ежемесячный так он на мой взгляд такой не сильно обременительный то есть период не очень часто да а в то же время не слишком редко чтобы ну чё-то там вовремя успеть все подстроить и наладить да что в этот период можно было бы делать одной стороны можно было бы тем кто но этот процесс организует встречаться но это я назвал семинаром ежемесячным да вот с другой стороны каждый месяц нужно будет оценивать а мы движемся или не движемся в нужную нам сторону да ну в ту которой мы мечтаем на обычно люди как-то не умеют вот каждый месяц оценивать говорят вот дойдем когда скажем типа да это неверно на мой взгляд вы если что-то говорить хотите говорить я хотел уточнить григорий олегович когда вы говорите я предлагаю семинары ежемесячные вы имеете ввиду для того сообщества которое вот непосредственно учиться ну да да ну вот но на этом семинаре не должны присутствовать все я бы так это назвал актив да я сейчас перед этим я сказал что это семинары для тех кто организует этот процесс так организует процесс актив это не учитель это не главный методист школы да они курируют это естественно они самые такие включенные да остальные все бабушки дедушки какие-то ученики тут тоже присутствуют те которые хотят могут и желают да почему ученики не могут на этом семинаре быть могут первоклассники конечно которые хотят один первоклассник придет посмотри скажет ой как тут уныло и больше не будет ходить ну и хорошо другое все вот и так значит на я задача какая но на этом пока в кавычках семинаре но на этой встрече до наметить чего правильно делаем неправильно и на следующий месяц сказать а теперь надо еще вот это сделать вот это и вот это да вот примерно так на следующий месяц мы должны учесть вот тот а тот правильно так ну правильно соглашаюсь ну для обсуждения могу говорить о том что хватит ли одного месяца раза в месяц может быть нужно раз в две недели но это регулирует это да это все отрегулируется на месте самое главное на мой взгляд что вы говорите вы говорите что люди которые в этот процесс входят это создают они постоянно ну давайте так скажем себя же и мониторят а мы этого не хотели мы это не получаем а туда ли мы двигаемся а что сделаем следующим шагом и так далее я вот это слышу но когда я взаимно обмен и как бы получается взаимообучение уже методическое такое то есть это семинар взаимного обучения уже тех кто организует хорошо единственное знаете у меня на этом как бы на этом сюжете у меня возникает такой вопрос а с чего все начнется сейчас мы чуть чуть позже к этому придем я бы сейчас чуть-чуть довел мысль про месячный шаг такт такой и чтобы за этот месяц три вещи делаем первым сам семинар проводим второе мы вычисляем индекс успешности решения данной задачи то есть вот задачи которые мы обозначили как наша мечта да и в документе я там описал как этот индекс мы вычисляем да кстати мне это очень нравится тот момент который вы указали пускай люди идут вот берут ссылку и там читают и третье мы будем выдавать внешний продукт 1 в месяц и собственно это будет такой формальный продукт который мы выдаем ну как бы для внешних людей ну там я не знаю для кого там для родителей которые но в этом процессе просто не могут участвовать они работают много там еще какие-то причины да им надо что-то посмотреть как там она да и будем выдавать ежемесячное видео это будет профессиональный видеопродукт профессиональные не смысле качества там разрешения ходе и так далее а профессиональных смысле сюжета то есть мы будем снимать суть которые нам нужны которые мы считаем как это суть есть да и и и будем показывать там 10 минутном ролике что у нас за месяц куда мы продвинулись как что произошло до соответственно всем участникам нужно будет в этом принимать ежедневное участие снимая то или другое правда ну да давай а кому-то одному кто умеет и любит монтировать и в этом смысле тоже профессионально потому что это не будет под какие-то черновички типа как у блогеров что попало там что в кадр попало то и ладно не так не пойдет поэтому мы для внешних наблюдателей в том числе и для администраторов от образования пойдут какие-то проверяющие а мы им скажем а вы за предыдущих три месяца видео посмотрели давайте посмотрите а потом уже туда приходите и проверять я понимаю и хочу немножко поделиться какая у меня идет такая внутренняя реакция отношения к этому я же практик я же непосредственно в школе нахожусь непосредственно с учителями с ребятишками и так далее и я очень четко все что улавливаю когда вы стали говорить про продукт вот видеофильм скажем тогда в 10 минутный я же очень четко улавливаю что когда мы на семинар на этот соберемся когда мы будем обсуждать что мы за месяц сделали и что получили как будем двигаться дальше это же значит понимая что нам нужно видео продукт сделать мы должны будем очень четко фиксировать очень четко фиксировать что какие пробные шаги мы делаем из чего они состоят эти пробные шаги чтобы зафиксировать именно этот пробный шаг чтобы увидеть и процесс и результат потому что наши пробные шаги они могут быть как с плюсом так и скажем так с минусом для того чтобы я говорю я вашу подхватываю мысль и говорю и тогда это получается т.з. на то чего должно быть снято дальше до понимаете и вдобавок после первого семинара который пройдет по прошествии первого месяца мы получим а ну тот кто делает фильм он получит задание и за следующее время смонтирует первый месяц и и ко второму семинару после в конце второго месяца уже будет готовый фильм за первыми а за второй месяц готовый фильм будет еще чуть-чуть позже то есть фильм будет готов с отставанием по времени правда но это уже другой заход тогда это тогда уже другой заход но я я держу свою так сожалению насчет фильма все внешнего продукта он будет содержательным и всем нужным вот именно при таком процессе я уточнение ваше сейчас она помогает мне то есть то что я зафиксировала что скажем так направленность того что мы делаем будет более четкая потому что мы понимаем что нам фильм надо сделать но в силу того что это будет сниматься во второй месяц после того как мы пробный шаг уже сделали в первом месте обсудили нет снята будет в первыми а монтаж сам все понятно а то что мы проговорим на семинаре во второй месяц будет сниматься сниматься до или монтироваться и мат монтироваться будет то что было снято в первыми а съемки то продолжают ну то есть вот такой симбиот давайте да я так понимаю что это тоже много будет вернемся к вашему вопросу что вы сказали а чуть теперь нам с вами гернаф практический шаг вы так не сказали начнем я сказала так с чего начнем ну я там вот в нашем документе на который я сегодня уже несколько раз показывал вот здесь он написал что 30 августа этого года значит вы проводите семинар собираете всех заинтересованных кто сможет в это время прийти читаете или даете им в виде текста вот этот наш документ и обсуждаете чего-то там и намечаете на первый месяц какие шаги там в первые дни в этих там классах будут на той или иной ступени да ну как в первых во вторых третьих классов я не знаю как там получится вот григорий мне надо прерваться секунду нет гоша сидит смотрится еще закончу это минут 30 еще все давайте будем разговаривать я убрала телефон казалось вот да и так вот смотрите нужно будет намечать какие-то первые очень маленькие шажочек на мой взгляд это значит например мы с вами просто раз обсуждали ну например там какой элемент парной работы конкретно можно вот провести для первоклашек которые только пришли в школу да а для второклашек учительница скажет а давайте сделаем вот так тогда попробуем да у кого-то уже есть опыт парной работы из учителей я не веду они там что-то другое то есть произойдет такой взаимообмен вот такими простыми предложениями совершенно простыми элементарными да что а вот хорошо бы там пригласить вот такую-то маму она там вот что-то может знает и так далее да и и тогда будет приглашена эта мама потом да вот или там какую-то бабушку вот идея там да и все такое а вот пришел взрослый человек на урок и чё с ним делать да ну кстати сказать в этом месте вот на этом семинаре приглашаются вот эти посторонние участники учебного процесса и ну и с ними идет учеба самая примитивная как вот на семинарах и бывает над ними какой-то куратор объяснять как себя в паре вести зачем это надо ну там по ситуации чем но я вот и всяк уже теперь вы ну я григорий олегович как бы вижу два хода первый ход все-таки представим себе может 30 августа мы собираемся и с коллегами то есть приглашаем всех желающих но первое что мы обговариваем и главным итогом мне кажется этой встречи это должно быть создание той самой инициативной группы которая скажет да мы хотели бы что учитель плюс его там родители которые скажут да мы хотим этого вот представим себе например понятно что можно изначально позвать тех кто готов такие вещи обсуждать и что-то увидеть для себя там готов и например скажет да мы будем пробовать да нам это нравится потому что ну по большому счету что может не нравится в такой школе таком обучение хотя есть моменты которые ну явно непривычные это же можно обсудить ну вот то есть первая встреча я бы так сказала это когда мы текст вот этот показываем и детально проговариваем что имеется ввиду и кто с нами да да вот а после того как кто с нами определяется тогда мы второй раз встречаемся а то забуду значит это самое еще мне пришла такая мысль что обычно же потом в сентябре бывает и родительские собрания дают по классам ну да 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 и учителям начальной школы такие родительские собрания придется проводить на предстоит провести может быть там не в сентябре в начале октября да ну конечно я бы на этом семинаре проговорил фрагмент работы в парах на родительском собрании и в этом смысле нам с вами там может быть домашнее задание после нашего сегодняшнего разговора написать алгоритм чего в парах можно делать на родительском собрании а на родительском собрании у меня уже есть такой опыт значит в парах очень тяжело работать очень люди родственные очень разнообразные люди каждый сам себе чего-то очень уважает и любит и знает больше чем другие из чужой точки зрения не соглашается поэтому мы придумаем простой алгоритм который поможет учителю ну решить те задачи которые у него есть на это родительское собрание учитель ведь не собирает для чего-то правда вот и родители должны помочь учителю эту задачу потом дальнейшем после собрания уже решать и нужно как-то их организовать так чтобы они это делали и около маны и первое что нужно сделать это до собрания распределить всех родителей среди родителей же актива то есть у меня было в классе очень просто я взял председателя родительского комитета но это был третий класс и сказал у вас есть актив она сказал да у меня есть еще четыре человека я говорю вот давайте так поставьте им задачу распределите всех родителей между ними каждый привел каждого на собрание 26 детей 25 родителей было одна тетенька не смогла она работала поваром и в ресторане был единственный повар и она в это время работа и и не смогли отпустить этой тетенькой лично я занимал я не смог директора убедить чтобы он ее отпустил но не смог а так пришло учительница была потрясена явкой понимаете вот это уже парная работа то есть такая вот распределили и привели за ручку каждый позвонил там сказал давайте напомнил да вот и привел и тогда будет явка а потом будет уже парная работа непосредственно на собрании и этот вопрос может быть вот тоже обсужденный если мы алгоритм приготовим и дадим его готовенький как готовенький блинчик для учителя учителю будет очень легко алгоритм и на собрание применим не на не все собрание будет в парах а допустим там 10 или 15 минут этого времени будет или два не на как-то григорий олегович мне кажется немножко перескочили но давайте вот на этом сюжете вот вы когда про родителей говорите про то что нужно показать как работать в паре про чтобы они поработали сами в паре вы уточните пожалуйста как вы считаете это с какой целью ну вот с какой целью ну то есть я сейчас заняла позицию учитель не учительницы которая собирает родительское собрание и вдруг мы ей ставим задачу о том что нужно родительские собрания проводить в пар ну то есть ну какой то кусочек я подправлю кусочек собрания проведем в парах а теперь отвечаю прямо на ваш вопрос для чего у этой учительницы чтобы сплотить родителей и настроить на выполнение тех правил которые она хочет до них до внести для она из-за собрала для чего чтобы родители там проверяли ранец чтобы в нем было ручки там то все я не знаю это вот я совершенно я не в теме да я только как родители когда-то мои дети ходили я немножко представляю себе а как учитель у нее свои задачи я так понимаю она ведь собрала не собрала родительское собрание не потому что это положено а и чего-то надо сделать вот 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 этот второй момент который я хотела уточнить то есть на каком содержании ну то есть что они в парах то будут обсуждать минуточку если вы знаете этих учителей они для чего родители собирать у тех кто только пришел в первый класс у учительница одна задача для тех кто пришел до во втором третьем классе другая задача они уже знакомы да и родители уже вкусе у этой учительница другая задача надо у них спросить у вас вы для чего их собрали надо у них спросить на самом деле потому что смотрите григорий олегович ведь есть ситуация объявлений родительском собрании есть ситуация обсуждений есть ситуация принятия решений да это все неправильно это все верно но я сейчас не про то и не в этом дело я эти вас вот в нашем разговоре сегодня спасил а чего мечтаете как она выглядит когда мы у нас все это создали и мы тут сказали чего-то тоже вопрос задаем учителю ты зачем учитель родителей тащишь и свое время нафиг тратишь на это да для чего ты какой продукт хочешь получить но выбрал их от словечка черт быть я вобрал он же не может ему сказали провести собрание он проводит для галочки для чьей-то галочки не для своей потому что ему так положено ну я еще раз говорю давайте как бы отматывать назад не не давайте вот в детали сейчас не полезем не полезем мы обсуждаем семинар который будет 30 августа один из фрагментов это обсуждение возможного родительского собрания второй фрагмент это какие-то элементы которые люди могут применить на уроках они обменяются опытом и скажут а я еще вот так делала да кому то понравится он тоже так сделай а вы тоже что-то от себя скажет и так далее все это знакомство во первых всех кто заинтересован включая учителей вас и каких-то родителей 2 3 5 человек вот так если виду этот семинар то есть по максимуму это было бы 8 учителей вы это 9 и 10 родителей и того 20 19 человек до 20 до округляем возможно кто-то из родителей приведет своего ученика второклассника третьеклассника запрещать не будем но подумаем а ну чё с ним делать он будет баловаться ему будет скучно он будет у мамы на коленках ныть мама хочу домой да или как ну я тут не знаю просто поэтому вот такой состав час работы у нас есть не больше да я правильно прямо ну больше уже трудно да всем все же люди по-своему заняты конечно да вот поэтому вот исходить будем из этого сильно много там не на обсуждаешь на так время потому что малые люди разношерстные еще мало знакомы но мне бы хотелось чтобы часть этой работы тоже прошла в пар а для этого мы должны для этих парня с вами придумать заранее алгоритм и задачу и все расписать мне думается работа в парах почему я вот начала говорить про объявление про информирование про обсуждение принятие решений так далее здесь здесь очень важный момент будет вот мы-то с вами говорим там как как мы как мы с вами видим эту школу называем какие-то точки отчета скажем так как мы будем узнавать да что эта школа у нас что мы туда двигаемся чего хотим а но это мы-то с вами это уже почти понимаем однозначно мы с вами столько диалогов по этому поводу провели что мы с вами это почти однозначно понимаем так мы с вами в теме мы с вами в теме так вот получается чтобы все участники этого семинара попали в тему и высказали все свои сомнения по поводу там формулировок ну например без строек это как например учитель скажу как я буду учить всех без строя появляется скелет алгоритма работы в парах к 30 числу уже более-менее напишем вот этот текст да он будет состоять вот сейчас он состоит из 7 пунктов возможно там будет 10 пунктов или 12 да и это полторы странички всего там нам и кратко же пишем да должно быть не больше полутора страниц лучше уложиться в страницу текста вот поэтому мы раздаем им эти листочки и дальше придумаем алгоритм что с ним делать пара а уж мы это сможем я думаю да вот да придумаем алгоритм работы в парях но мне вот сейчас что первое просится например можно попросить в паре сформулировать какие вопросы по какому пункту там или абзацу или по какому словосочетанию какие вопросы появляются да 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 а потом можно немножко подвигаться в этих парах допустим другую пару сходить ну и каким-то образом сгруппировать эти вопросы но это мы пропишем в деталях и опять дадим ссылочку вот под видео и пускай читают мы алгоритм напишем опубликуем до 30 далее на этом-то семинаре самое главное чтобы все участники этого семинара на самом деле поняли что скрывается за фразой что это будет обучение в общении что это будет парное взаимодействие что это будет самостоятельность это это что имеется ввиду что это будет школа без троек мы берем на себя такое окаянство скажем тогда не говорить что вот этот ребенок на тройку учится говорит что я бы еще подправил для родителей сегодня прямо бы сказал и чтобы четверки были без натяжки ну да там такой разговор тоже пойдет потому что без троек это значит же можно начать ставить четверки например да вот значит вот но я бы еще поставил одну задачу на этот семинар значит должен быть подготовлен листок что я согласен на нем сверху должно быть я согласен что то что здесь происходит сейчас будет снято на видео а потом выложено на youtube и внизу все должны подписаться прямо тут не отходя отказ ну да а дальше будет поставлена задача перед учителями чтобы они такую же бумажку подписали у всех родителей нам пора уже без этого мы не можем ничего на youtube выкладывать значит соответственно этот встает вопрос ведь это же начало этого процесса и чё же будет если мы его не снимем и чё в наш первый ролик за первый месяц мы чё будем показывать григорий олегович вот как бы точку хочется мне поставить и значит мы с вами проговорили что 30 августа мы предлагаем всем кто нас посмотрит сейчас кто проникнется там какие-то вопросы нам задаст предварительные провести и кому понравится вот эта идея такого обучения провести своих коллективах своей как бы в группках там два учителя три учителя там но провести вот такие встречи семинары такие это как бы первое дальше ничего не понял непонятно и когда они будут проводить шо правильно ли я поняла вас что сейчас своим разговором мы фактически всех желающих приглашаем своих школах провести 30 августа вот такие встречи они я понял да да конечно но сейчас я не могу во всех других говорить я говорю только школе номер 161 городе зеленогорск все понятно а остальные на себя пускай переносят как хотят хорошо тогда мостами вас есть или нет или они совсем я поняла я поняла вашу мысль потому что второй вопрос у меня был бы такой тогда все кто начнет у себя в школах это делать они могут иметь какой-то еще один семинар ну скажем так когда из разных школ но люди встречаются то и начинается нет значит у нас скола вот я уже номер назвал все в этой мы и делаем остальные будут себе лямзить что смогут потому что у нас украсть можно но унести трудно хорошо ну да пускай крадут кто что сможет ну не крадут пусть пробуют а плагиатят скажем плагиатят пусть плагиатят все что смогут мы уже дали да это добро давайте ребята но предупреждаем взять легко нести тяжело вот штука да уметь надо нести еще вот ну вот поэтому давайте завершать наш разговор да вот значит соответственно я надеюсь что мы с вами еще до 30 не раз встретимся и запишем в это время мы будем продвигать наше описание и разрабатывать названные сегодня алгоритмы ну сколько сможем да вот их будем публиковать я думаю что у нас с вами сейчас три задачи можно я их озвучу и проверим как мы его первая задача я все-таки думаю что у нас должен получиться текст на страницу о том значит какое обучение мы замышляем как она будет какие там задачи стоят какие опознавательные знаки и на чем будет построено обучение и какой первый шаг нужно делать это на страницу это первое второе задача вторая задача у нас это продумать родительская вот вот эту вот этот 30 августа семинар сам со всеми алгоритмами и теми результатами которые хотели бы мы получить это второе можно здесь добавить и вы должны назвать не только 30 августа но еще и время ну да да и третье третья задача она для меня пока такая очень открытая эта задача а мы будем пробрасывать первый месяц то то на чем вот с чего начнем сам процесс то обучение вот с детьми вот вот завтра первое сентября мы первое сентября пришли все торжественные праздники провели и на этом же празднике что мы начинаем делать а вот второе сентября и дальше задача развивается на четыре задачи потому что одни дети пойдут в школу в первый раз другие пойдут во второй класс третий в третий в четвертый и в каждом из этих классов будет разная правда конечно на семинаре который будет 30 мы кое-что из этого может быть затронем но из-за недостатка времени просто из-за того что мы еще только встретились еще только начинаем мы мало чего успеем поэтому вот эти все детали в каком классе что будет делаться но это где-то вы должны в рабочем порядке там уже с учителями прорабатывать мне так кажется вот но я вспомнил пока вы говорили я вспомнил еще четвертый вопрос это вопрос финансов значит я написал в этом документе что у нас поначалу это все делается на боровольной основе но я считаю что это неправильно вот сейчас у нас денег каких-то грантов или еще чего-то дополнительных от министерства образования то есть от государства у нас пока нету но скидывается счетов эту задачу мы не будем но заниматься этими вопросами должны кто-то из активистов которые к нам подключиться и в первую очередь я имею ввиду конечно родителей и дедушек и бабушек у них и опыт у них и связи и у них есть время и энергия для этого поэтому думать о том где на какой грант нашу деятельность подать она точно грантоспособна правда как грантоспособна грантоспособна но тут есть такой момент на что нужны деньги я вам скажу скажите какими-то нашими общими усилиями предположим мы за месяц собрали 12 тысяч рублей вот собрать кучу значит через месяц там 30 сентября мы встречаемся на следующий наш семинар и говорим о мы собрали вот столько день как считаете куда мы сейчас потратим и получаем ответ все а а а целый месяц мы прилагаем усилия чтобы найти эти деньги что-то как-то у меня это обычно что сначала нужно захотеть а потом найти деньги про деньги мы скажем 30 августа и скажем ребята ищите источники спонсоров ищите пишите заявки на гранты что хотите возможности сейчас очень много пожертвуете от себя лично если вы бизнесмен до подбаливайте 2000 можете давайте сюда но теперь нужно копилку эту организовать куда складывать чтобы они никуда не пропали были гарантии этого и тут две вещи можно деньги просто сдавать а можно договорить я дам только если они будут потрачены вот на это и тогда вопрос о том на что их тратить сразу снимает прекрасно правильно прекрасно я единственное только что искренне задает этот вопрос а зачем деньги то ой я вам сейчас отвечу прям сразу у меня ответ давно заготовлен пистолет заряжен и предохранитель снят значит я сдаю 2000 рублей в эту копилку уже сдаю на то чтобы их отдать вам и ни на чего больше точка я даю пример и это фактический пример это не фигура речь вы поняли вы с кем вы связали слово связали с меня немножко пугать пугает в кого вы вляпались ну то есть вы хотите сказать что грантом можно поддержать например педагога в первую очередь конечно конечно надо чтобы он получал достойную зарплату надо и не две тысячи и даже не 20 но здесь нужно наверное их юридическую сторону вопросы еще взвешивать потому что очень все просто этот вопрос берут на себя родители школа тут вообще ни при чем они там выбирают казначея там назначают понимаете да создают там некоммерческое общество что хотят это все происходит вне бухгалтерии школ ну алифе я хочу сказать я так немножко я же человек из муниципальной школы поэтому мы то живем в другой плоскости и хочу сказать что ну в нашей школе мы никак не приветствую вот эти сборы с родителей и так далее очень аккуратно с этим все поэтому очень это это совершенно другое это не на какие-то стороны на покраску и еще и теперь-то я начинаю понимать вот сейчас только начинаю понимать какой у вас по сути по сути очень гигантский заход на другую организованность ну если так можно выразиться можно казенными словами ну такую муниципально частную школу муниципально родительскую школу вот как-то так спасибо вот вы мне напомнили когда в советском союзе объявили ну при Горбачёве что нужно создавать в городах общественно-государственные советы по образованию я был организатором этого процесса создать этот совет в нашем городе Росатома Абнинский и долго спорил с начальством ну этим исполкомовским это государственный общественный совет или общественно-государственный мало того во всей Калужской области уже они были созданы а в нашем городе все еще нет хотя всю весь год я вел интенсивнейшую работу понятно да и фактически совет просто эмпирически был уже он уже работал но мы не провели какое-то там собрание не написали какой-то там документ что вот он уже создан правда я к чему сейчас это так пламенно говорю дело в том что я хочу перекинуть мостик еще на одну тему вот эту прямо бросим вот так вот на этом месте ладно вот я согласен с вами да что вот это такой вот у меня заход да но я его сейчас еще расширю чтобы вам скучно не было значит увеличу на семинаре который будет 30 августа следует еще пригласить также бывших выпускников я здесь сделаю паузу и посмотрю на выражение вашего лица посмотрите на выражение на выражение моего лица я же очень много работаю с родителями и с возможными спонсорами школы и и с общественным государственным управлением школы в свое время будучи директором школы и другим там высшим начальником работала и здесь здесь григорий олегович очень важный момент есть но мне он интересен на самом деле если люди захотят сделать такое обучение то это они могут рассматривать только как дело которое в их руках и больше не в чьих конечно конечно вот этот момент он самый интересный вот для меня то есть как потому что вот люди которые так решат они могут деньги и у государства по разным там гранты не гранты и взносы но тут свои и так далее но здесь самое интересное другое они захотят сделать правильно я продолжу вашу мысль про а свою мысль тоже к ней приляпаю про выпускников итак к вам домашнее задание подумать кого из выпускников этого года или прошлого года школьников вы пригласите 30 числа хотя бы одного а он пригласит остальных не волнуйся ну те кто не уехал из Зеленогорска правильно они же уехали кто-то учиться там туда-сюда вот значит сверх задача дети которые сейчас у нас в начальной школе когда они закончат школу через 10 лет или 11 да чтобы они всегда всю оставшуюся жизнь чувствовали себя членами коллектива этой школы до самой старости вот это сверхпродукт которым я успокоюсь когда он будет сделан через 11 лет вот из всего этого чего мы обсуждали с вами до этого мы создадим социальную инфраструктуру данной конкретной школы и она будет на века и там не будет проблем кто спонсор на что деньги сдавать все там уже будет по накатану мне нравится выражение вашего лица да мне не очень верится и не очень представляется хотя я очень много сама занимаюсь социальным проектированием но мы же говорим с вами о той искренней внутренней позиции человека каждого участника всего этого десятилетнего процесса о искренней внутренней позиции и о каком-то таком механизме который эту искреннюю позицию будет поддерживать и приумножать понимаете я не знаю такого механизма и я не знаю что ли это делать я знаю я как раз сейчас хочу разговор на этой веселой ноте закончить вернувшись к самому началу где мы с вами чуть-чуть прикоснулись а что вперед оборудовательный это воспитательный процесс у нас или воспитательно оборудовательный значит понимаете меня да поэтому ответ на этот вот ваш вопрос который вы сейчас задали как оно его сделать я говорю вот так на первое место надо поставить воспитание тогда Григорий Олегович это нужно написать в том листочке а там это и написано это уже давно написать как-то так чтобы это не-не-не-не-не вот как написано так и хватит а вот на семинаре 30-го вы скажете ребята посмотрите что на первом месте понимаете и люди которые придут 30-го они должны просто обязаны посмотреть наш сегодняшний разговор мы же тут разговариваем уже целый час а я еще два часа потрачу на монтаж да значит соответственно там у нас 30-го числа будет всего один час времени так пусть они его потратят до того посмотрев наш сегодняшний разговор хорошо я хотела спросить еще если мы на 10 лет то ребята из начальной школы будут переходить в основное звено то нам надо еще и оттуда кого-то звать на этот 30-е не-не-не-не но пока мы не будем это обсуждать не обсуждать не будем и звать не будем потому что давайте начнем называется да наша задача вот моя личная задача вот микро задача вот на 1 на 2 сентября когда там когда первый урок то будет 1 сентября урок будет я имею ввиду для первоклассников потому что вы мне говорили о том что у учителя которые вот дети приходят только в школу он еще не готов сажать их сразу в пары д д д д да вот эту бы задачку тоже следовало решить посмотрев на немецкую учительницу которая за полгода работа в парах поняла что взяв в следующем году новых первоклассников она их с первого дня посадит в пары вот полгода работы в парах ей хватило чтобы до этого дойти само без всяких моих подсказок без всего понимает поэтому я вас понимаю у меня был опыт когда мы пытались в детских садах в группах делать парное ну как бы мы назвали это коллективная образовательная игра но она была основана основана на таком обучающим кусочки где чтобы они в парах друг другу там стихи учили или пили и кратили рисовали и все но через парное взаимодействие ну с трех лет мы пробовали с детьми и до подготовительной группы ну интересно очень это очень интересно получается я бы добавил граждане читайте книжку Михаила Шустермана Трис в детском саду ну может быть да да или смотрите сайт коллективный способ обучения про детские сады в Ивенкии например там тоже вот это пробовали вот поэтому в детском саду ой чего можно а уж в первом классе и подавно хорошо спасибо Елена Васильевна все до свидания вам большое спасибо до встречи до встречи